Сам алый сахарный кафтан зеленый бархатный, а внутри сюрприз. В Калининграде открыт сезон отравления арбузами. Внимание, собаководы и дог-хантеры вышли на охоту и разбрасывают на улицу города смертельную отраву. Раз-два взяли и положили новый асфальт. Жители улицы Баумана устали ждать и сами принялись за ремонт. Попало под колеса. Кондуктор автобуса не успела перейти дорогу, как ее сбил водитель внедорожника. С мангалом в лес ни шагу. МЧС предупреждает о пожароопасной ситуации в регионе. О том, что еще интересного произошло в Калининграде и области во вторник, 4 августа, расскажем в службе новостей город. Здравствуйте, меня зовут Вероника Сухачева. И главной теме. В Калининграде начался сезон бахчевых, но вместе с праздником лета арбузы принесли череду отравлений. В связи с этим в городе начались масштабные рейды по местам продаж самой большой ягоды. Сотрудники полиции, Роспотребнадзор и врачи держат ситуацию с арбузами и дынями на особом контроле. Моя коллега Светлана Крюкова выяснила, как выбрать самый вкусный арбуз и что делать, если все-таки ягода подвела. Шел вчера с работы. Вижу, арбуз продают. Решил купить один, семью порадовать. Вечером принес, всей семьей ели. Всем все нравилось. Прошло пару часов. Резко мне поплохело. Головокружение, температура, тошнота. Ну, думал, отравился. Поэтому вот даже не знаю, куда его сейчас деть. Так что арбузная диета мне точно не грозит. По словам пострадавшего, купленный арбуз не вызывал подозрений. На цвет и вкус был вполне аппетитным. Борис не стал вызывать скорую. Форма отравления была легкой. К утру он уже почувствовал себя лучше. Но рабочий день решил пропустить. Специалисты настаивают. При отравлении обращайтесь в больницу. Желательно обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением. Но в средстве первой помощи, конечно, могут быть до приезда медиков. Это использовать сорбенты, которые сейчас в большом количестве продаются и без рецептов. И достаточно обильный и активный питьевой режим. А остальную помощь уже будут оказывать врачи в зависимости от тяжести состояния. Роспотребнадзор в свою очередь предупреждает. Порой причина отравления – неправильные условия хранения. Палатка должна быть крытой, с навесом и чистой. От продавца можно требовать медкнижку и все документы на продажу. Ведомство организовывает регулярные рейды. Это сокращает количество опасной продукции. Регионы в разное время дарят нам урожай сладких полосатых ягод. Сейчас на прилавках арбузы из Узбекистана, а также вологодские и краснодарские. Совсем скоро появятся и астраханские. Самый хороший арбуз из краснодарских. Мы едем туда недавно, откуда мы грузаем, сюда привозим сладкий арбуз, краснодарский, сахарный арбуз. Продавцы знают, по правилам арбуз по частям продавать нельзя, как и резать на пробу. Стоит привыкнуть к этому и покупателям. Но как тогда калининградцы выбирают бахчевые? Знаю это по хвостику и по звуку нужно постучать и определить, спелый арбуз или не спелый. Я знаю, что около дороги нельзя продавать и покупать, а на рынке можно купить. Его когда сдавливают, он должен трещать. И по этой, как он называется, плодоножка сама должна быть уже сухая. Выбирая арбуз, помните, он должен быть без трещин, вмятин и естественно разрезов. Когда принесете его домой, помойте под проточной водой, желательно с мыльным раствором. Поступающие в продажу партии проверяются на наличие нитратов, но вы и сами можете провести простой эксперимент. Поместите кусочек арбуза в емкость с водой. Если жидкость покраснеет или порозовеет, значит плод содержит вредные вещества. Станет мутной? Кушайте с удовольствием, арбуз чист. Однако плод без нитратов и пестицидов тоже может стать причиной отравления. Хранить вскрытый арбуз даже в холодильнике советуют всего несколько часов. А брать такое угощение на пикник в жаркий день и вовсе не рекомендуется. Светлана Крюкова, Михаил Ильбаум, Служба новостей, город. И к другой самой обсуждаемой теме. Маршрутки убирают, а город молчит. За неделю общественных обсуждений в мэрию не поступило ни одного замечания по поводу отмены городского транспорта. Об этом глава Калининграда заявил сегодня на оперативном совещании. Молчание перевозчиков Александр Ярошук связывает с сезоном отпусков, но отметил, что к недовольствам предпринимателей в городской администрации готовы. Сейчас на столе у мэра около сотни обращений и много замечаний по улице Артиллерийской. Все замечания и предложения калининградцев будут направлены подрядчику. Александр Ярошук не исключил, что по итогам обсуждений предлагаемая маршрутная сеть может измениться. Но выбор все равно будет сделан в пользу автобусов большого и среднего класса. Любой калининградец все видит. Эти маршрутки, гонки в три ряда, в четыре ряда. Они уже вообще наглели. Они не дают нормального человека ни пешеходу, ни простому водителю уже опасно от них шарахаются в сторону. Ну что мы город европейский или давайте будем какой-нибудь там средней полосой захудалого там городишки какого-то. Напомним, проект новой маршрутной сети опубликован на сайте мэрии. Схема предусматривает практически полный отказ от микроавтобусов, а также общее сокращение транспорта. Разработчики из Санкт-Петербурга предлагают ликвидировать 18 маршрутов. По предложенной схеме калининградцев будут возить всего 276 автобусов большого класса, 101 среднего, 11 малого, 86 троллейбусов и 23 трамвая. Замечания и предложения принимаются до 10 августа по адресу электронной почты. Какие еще новости обсуждали в городе во вторник, расскажем в рубрике «Короткой строкой». Калининградские зоозащитники предупреждают. В городе активизировались док-хантеры. Они подкидывают собакам смертельную отраву, после чего животные гибнут в мучениях. Если вы заметили, что ваш питомец что-то съел на улице, не оставляйте его одного. Отравление проявляется не сразу. В случае судорог немедленно обращайтесь к ветеринару. Доедем быстрее. На день города в Зеленоградск назначили дополнительную электричку. Ночной поезд проследует со всеми остановками, кроме поселка Сосновка. Отправление из Зеленоградска в пол первого ночи. Прибытие на Южный вокзал в час. От Куршской косы до Балтийской можно будет добраться на велосипеде. Новый маршрут в Калининградской области начнут строить уже в 2016 году. Кстати, по самой Куршской косе от российско-литовской границы проложат еще одну велодорожку. Хотите стать настоящим калининградцем первой степени? Тогда торопитесь на прогулку по области. Региональное правительство предложило награждать активных туристов. Суть проекта в том, что за посещение 10 достопримечательностей и более вы получаете знаки отличия. Акция «Настоящий калининградец» стартует на этой неделе. Список культурных объектов появится на публичных страницах в социальных сетях. Калининградцам предлагают сдать нормы ГТО. 8 августа в честь Дня физкультурника на стадионе Трудовые резервы пройдет спортивный фестиваль. В программе метание снаряда, подтягивания, прыжки в длину с места и другие. Горожан проверят в 9 практических и одном теоретическом испытаниях. Застряли во времени. Калининградцы на улице Баумана уже который год называют себя жителями Кёнигсберга. Ведь их двор сохранился почти в первозданном виде. О чем мечтают обитатели Шпандина и что просят у властей, выяснял дежурный по городу Кирилл Попов. Здравствуйте, это дежурный по городу. Жители улицы Баумана часто вспоминают поговорку «Раньше трава была зеленее». Ведь раньше дороги здесь были, точнее, они просто были. Трагедию на этой улице многие жильцы наблюдают на протяжении всей жизни. Асфальт здесь не меняли с 1946 года. А его современный внешний вид куда лучше послевоенного. У немцев были хорошие дороги. У нас же их не было и, видимо, никогда не было. Повод сомневаться у пенсионеров есть. Письма властям они пишут регулярно. Вот уже 4 года. Ответ всегда один – нет денег. Но пообещали, в 2016-м ямы частично засыпят песком. Как мы ходим? Вы представляете, когда лужи, я здесь вообще не могу с палочкой пройти. Не могу. Иди с палочкой. Ну, что это такое? А вот на улице Можайской дела обстоят несколько лучше. К тому же сама улица представляет историческую ценность. Здесь явно прослеживаются три эпохи архитектуры. Это наследие Кёнигсберга, затем советское время и современная Россия. Жители района смеются сквозь слезы и шутят, что нет худа без добра. Лужи заменяют детям детскую площадку, а те, кто может передвигаться без палочки, регулярно занимаются пауэрлифтингом. И приносят в свой двор ведра с песком, щебнем и даже кусками асфальта. Проехать на автомобиле по дороге также проблематично. Здесь скорее нужна машина времени, ведь улица застряла в 50-х. Тогда еще улица более-менее выглядела нормально, а потом все хуже, хуже и хуже. Силами наших жильцов были засыпаны ямы, ну не придомовые, а вот перед домами, силами жильцов. Но это не помогает, когда идут ливневые дожди или просто дожди. Эти вот вмятины наполняются так водой, что дети набирают полные сапожки. Светлана Васильевна утверждает, что пока руки будут двигаться, жители будут продолжать закапывать ухабы и писать жалобы. Но на этот раз уже в приемную президента. Старшее поколение жителей улицы очень надеется, что их внуки пройдут по новой дороге раньше, чем вступят во взрослую жизнь. Дежурный по городу Кирилл Попов. Сразу после рекламы вы увидите. Попала под колеса. Кондуктор автобуса не успела перейти дорогу, как ее сбил водитель внедорожника. С мангалом в лес ни шагу. МЧС предупреждает о пожароопасной ситуации в регионе. Человек-муравей добрался до Калининграда и снял клип о своем визите на побережье Балтики. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите служба новостей город и мы продолжаем. Разбитые стекла, зеркала и фары. Минувшей ночью на улице Луговой неизвестные разбили 10 автомобилей. Все машины находились на парковке в цокольном этаже жилого дома. Вандалы вытащили из машины все личные вещи. Полиция занимается поиском злоумышленников. Наш эфир продолжит рубрика «Место происшествия». Эвакуаторы увозят чужие машины. Инспекторы ПДН провели рейд по парковкам для инвалидов. Как оказалось, многие водители не обращают внимания на специальные знаки и разметку. Обычно автомобилисты болезненно реагируют на эвакуацию своих машин. Но нашлись и те, кто поддержал работу сотрудников ПДН. Действительно это правильно делается. Потому что уже уважение должно быть какое-то. К инвалидам должно быть. Люди приехали, действительно ограниченные движения, ограниченные. Поставить машину в подбежи. Еще стоял и думаю, ну все-таки торжествует. Чтобы успеть убрать все авто псевдоинвалидов, сотрудникам ГИБДД пришлось вызвать аж пять эвакуаторов. Если водитель транспортного средства занял место парковки инвалида, то такому водителю грозит не только штраф в размере 5000 рублей, но и эвакуация автомобиля на штрафную стоянку. Одновременно с этим предусмотрена административная ответственность за незаконную установку на транспортном средстве опознавательного знака «Инвалид» и управление таким автомобилем. Помимо штрафа водителям придется заплатить еще 2000 за услуги эвакуатора. В итоге парковка на месте для инвалидов обойдется в 7000 рублей. Накануне на улице Транспортной внедорожник сбил кондуктора автобуса. По словам очевидцев, женщина внезапно выбежала на середину дороги. Водитель не увидел ее за автобусом и не успел затормозить. От удара женщину отбросило на асфальт. Пострадавшая была срочно госпитализирована. За минувшие сутки МЧС спасло пятерых тонувших. Несчастные случаи произошли на Голубых озерах, озере Шенхлис и в Приголе. Среди пострадавших три нетрезвые женщины, а также дети. Калининградская полиция ищет подозреваемого в тяжком преступлении на улице Гагарина. Особые приметы. Мужчина среднего телосложения с темными волосами. Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, просьба сообщить в полицию. Павел Ткачев, Служба новостей, город. Риском можно управлять, имущество можно защитить, жизнь и здоровье можно сохранить. Патриот. Безопасность в действии. Физическая охрана. Видеонаблюдение. Пультовая охрана. Круглосуточное сопровождение клиента. Профессионалами, прошедшими жесткий отбор и спецподготовку. Телефон 76 30 30. Бронзовый загар и купание в море с одной стороны, километровые пробки и лесные пожары с другой. Ежегодно с приходом жары в Калининградской области горят леса и торфянники. Самый крупный пожар произошел в прошлом году на Куршской косе. Тогда на узкой полоске суши полностью выгорело больше 10 гектаров леса. В этом году МЧС уже предупредила горожан о возможных пожарах. А в природных парках в силу вступили новые правила для отдыхающих. В природном парке Виштынецки начали строго контролировать всех диких туристов. Теперь за костры, проезд на автомобиле по лесу, оставленный мусор и незаконную рубку деревьев нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Жарить шашлыки можно только на мангале. Дрова нужно привозить с собой. Рубка дров в природном парке запрещена. Полный свод правил поведения на Виштынце опубликован на сайте лесного агентства. Ограничения действуют и на Куршской косе, где в прошлом году мощный пожар уничтожил 11,3 гектара заповедного леса. Разводить огонь там также можно только в мангалах и определенных местах. Это пикниковые места. Одно из них на берегу Куршского залива на 14-м километре перед музейным комплексом, а другое на берегу озера Чайка перед Рыбачим на 32-м километре. С 3 августа в национальном парке начали работать 4 мобильные бригады, которые ежедневно будут следить за поведением на косе. В случае нарушения или возгорания мобильную группу можно вызвать по телефону. Плюс 7, 40, 12, 31, 00, 01. ВК «Живи» заметки с таким хэштегом появились сегодня во всех соцсетях в обед. Около 3-х часов дня по калининградскому времени перестала работать самая популярная социальная сеть ВКонтакте. Официальное заявление касательно сбоев в работе сайта уже сделал пресс-секретарь интернет-площадки. Первые сообщения о нарушениях в работе сети появились во вторник около 15 часов. Пользователи со всего мира отмечали резкое снижение скорости или полную остановку работы сайта. О причине сбоев пресс-аташе интернет-ресурсы Георгий Лобушкин сообщил в своем микроблоге только около 6 часов вечера. ВКонтакте недоступен из-за разрыва кабеля между нашими дата-центрами. Выясняем причины и поднимаем сайт по резервной схеме. В конце своего сообщения он разместил хэштег «ВК «Живи». Его примеру тут же последовали миллионы пользователей. Напомним, последний раз сбои в работе сайта наблюдались недавно, 31 июля. Какими новостями друг с другом делились калининградцы в других социальных сетях, расскажем далее. Вот такой опасный смерч накануне прошел на Балтике. Очевидцы пишут, вихрь просуществовал всего пару минут и на сушу не вышел, поэтому ни одна метеостанция его не зафиксировала. Судя по этому снимку, даже сотрудники правоохранительных органов предпочитают предохраняться от воров. Этакий замок-намек, шутят калининградцы. Зеленоградские фермеры настолько суровы, что взяли в плен черно-бурую лесу. Они выпускают ее, потому что боятся за своих кур, комментируют пользователи. И добавляют, зоозащитников на них не хватает. После ядерного заражения в мире существует только один ночной клуб для оставшихся в живых. Вот такая богатая фантазия у наших земляков. Тему для своего первого клипа калининградец Олег Каранов выбрал, мягко говоря, не очень признаются пользователи. Для 93-го года, конечно, шедевр, но костюм муравья нуждается в доработке. Творческих успехов автору. Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте, группа Первый городской канал. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. И делитесь фото и видео с хэштегом Первый городской канал. Чем еще запомнился вторник калининградцам, смотрите в нашем традиционном опросе. Я бросил курить сигареты. Вот, теперь по утрам бегаю. Вчера только прилетели к вам сюда в гости, и вот решили сегодня попробовать искупаться. Машину продал. Куплю другую. Хорошо, всем-всем друзья, хорошо, я люблю вас. Всем люди. Спасибо. Машину забрали с... С... Вчера в Таенке. День отличный. Дочка здоровая. Все остальное, ну очень. В отпуск ухожу с понедельника. Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. Также напоминаю, что все выпуски дублируются в нашей официальной группе ВКонтакте. И это все, о чем успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева. Я с вами прощаюсь, ну а как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей «Город». Всего вам доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok